Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я хочу вам показать на примере вот такой шапочки на полгодика, как можно связать шапочку самую простую, не утепленную. У меня на канале есть шапочки с отворотиком, с плотными двойными ушками. Сегодня как раз таки поступил вопрос, как связать шапочку именно на таких вот тоненьких ушках, которые, скажем, пригодятся на переходе с летнего периода на осенний, то есть это на прохладные вечера, более такие вот, скажем, с ветерочком. Причем шапочку можно связать как без помпончика, это более такой будет простой вариант, который можно, к примеру, если девочки украсить каким-то цветочком. Вот я сделала с помпончиком, который также можно снять. Есть видео на моем канале, как сделать помпончик. Я в этом видео не буду заострять на этом внимании. Я вам расскажу, как сделать расчеты на любой размерчик, при том, что данная шапочка у меня на обхват головы где-то 40-43 сантиметра получилась, может немножечко там больше, 44, но в принципе, так как это вязаная вещь, она тянется. Высота шапочки у меня 14, даже с половиной получилось сантиметров без ушек, вот, то есть где-то приблизительно на размер 4-6 месяцев, в зависимости от индивидуальных размеров ребенка. Я вам сегодня покажу на примере достаточно толстеньких ниточек, вы же можете связать либо в двойную тоненькую ниточку, если хотите более плотнее, чтобы получилась шапочка, можете взять тоже точно так же, как и я, потолще в одинарную ниточку. В общем, кому понравилось, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Не забудьте лайкнуть и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Так как меня попросили связать из данной пряжи, это чистый акрил, пряжа называется Massal Baby Anti-Pilling Cotlan Nossa, здесь 180 метров в 100 граммах. Я уже из данной пряжи вязала наборчик, это жилеточка и пинеточки, вот, из, как вы видите, начатого моточка, меня попросили связать именно шапочку под данный наборчик. Вот, так как пряжа достаточно толстенькая, то я воспользуюсь двумя номерами спиц, это 3,5 и 4,5 для основного вязания. Так как у меня нет на тросике круговых спиц большего размера, то у меня, как вы видите, я начну резиночку вязать меньшим размером, 3,5 на тросике, а затем перейду на чулочные спицы уже для основного вязания узора. Также для перекрещивания жгутиков я воспользуюсь вот такой спицей специальной. Вы можете ее заменить на обычную чулочную спицу подобного размера, как и основное вязание. Также нам понадобятся ножнички и иголочка. Перед тем, как начать вязать шапочку, нам нужно знать обхват головы ребенка. Мне нужно на обхват головы 42, где-то 43 сантиметра. Я беру большую, скажем так, большую цифру, то есть 43 сантиметра, и нужно узнать, сколько в одном сантиметре у нас петелек при вязании основного узора. Я измерила, что у меня 2 и чуточка раппорта вмещается в 10 сантиметров, соответственно, у меня 2 петли в одном сантиметре. Исходя из этой плотности вязания, я и буду вязать. Теперь смотрите, обхват головы 43 сантиметра. Нам нужно умножить на количество петель в одном сантиметре. У меня это 2 петли, соответственно, получаем 86 петелек. Но у меня начальная резиночка 2х2, которая составляет раппорт 4 петли. Если мы 86 поделим на 4 петли раппорт узора резиночки 2х2, получается не целое число, то есть 21,5 петля. Нам нужно, чтобы было, скажем так, целое количество петелек. 21 мы не можем сократить, так как у нас сократится обхват головы количество петелек, нужное нам. И точно так же, если мы 86 поделим на 1 раппорт узора, который составляет 8 петелек, это 6 лицевых, 2 изнаночные, тоже получается не целое число. 10 целых, где-то 75 сотых. То есть снова не целое число. Нам нужно это число округлить до тех пор, пока у нас не получится 22 и 11. Если мы к 86 нашим петелькам, изначальному, скажем так, количеству петель для данной окружности головы, добавим всего 2 петельки, получится у нас 88 петель, которые отлично делятся и на 4 раппорт узора резиночки 2х2, и на раппорт основного узора. 88 петелек мы должны набрать для окружности головы 43 сантиметра. И плюс к этому количеству петелек нам нужно добрать одну лишнюю петлю для замыкания вязания в круг. Эта петля у нас сократится и в итоге останется нужное количество 88. То есть 89 петелек нам нужно набрать для окружности головы 43 сантиметра, исходя из моей плотности вязания. Можно было бы сократить в меньшую сторону, так как мне нужен отход головы 42 сантиметра 43. Но смотрите, самое ближайшее число, которое мы можем, скажем так, набрать, исходя из нашего узора, это на 1 раппорт меньше. Соответственно, так как 1 раппорт у нас 8 петелек, соответственно, самое ближайшее число 80. Но так как ребенок быстро растет, и, скажем, лучше сделать шапочку чуть-чуть шире, чтобы она не давила ребенку. И в то же время, скажем, она у вас будет на небольшой запасе где-то около 2 месяца. Вот, поэтому мы наберем все-таки большее количество петелек, 89, и, соответственно, можно будет сделать какой-то небольшой подкладик для того, чтобы шапочку утеплить. На спице меньшего размера я набираю 89 петелек. Начальные 2 петли я набираю на 1 спицу для того, чтобы они были не растянуты и крайние петельки. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 87 петель. Набрали 89 петелек. Теперь достаем 1 свободную спицу, на которой нет начальных 2 петелек. И замыкаем вязание в круг, таким образом, чтобы в правой руке у нас осталась рабочая спица, на которой набраны петельки, а в левой руке мы подтягиваем начальные набранные петельки, то есть нашу первую петлю и вторую, вот здесь вот к краю спицы, к острому краю. Вот, и смотрите, нам сейчас нужно замкнуть вязание в круг, но перед этим убедитесь, чтобы наборочная косичка у вас не была перекрученная, так как вязание пойдет восьмерочкой, вам придется в итоге переделывать данную шапочку. Теперь к последней петельке переснимаем первую набранную петлю, вот так. Далее, эту последнюю набранную петельку переносим на первую набранную и спускаем полностью со спиц эту лишнюю петельку. Между первой и второй набранной петелькой у вас последняя лишняя набранная петля. Далее возвращаем обратно ко второй первую петлю и подтягиваем краешки, тянув короткий краешек наборочной косички на себя, а рабочую нить от себя. И как бы затягиваем эту лишнюю петлю и у нас остается нужное количество петелек для нашего количества рапортов. Теперь хорошо подтягиваем снова петельки и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд это формирование резиночки 2х2, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные петли, 2 лицевые и 2 изнаночные. И вот так вот чередуем до конца ряда. Также, если вы хотите ориентироваться на начало-конец ряда, можете повесить сюда маркер. Но я буду ориентироваться по вот этой ниточке, то есть я буду знать, что между, скажем так, началом и концом ряда у нас идет вот этот хвостик и после него сразу идут 2 лицевые. Это и будет начало ряда. Итак, чередуем 2 лицевые и 2 изнаночные. В конце ряда у нас должен закончиться ряд двумя изнаночными петлями, тогда вы распределили все правильно. Ряд довязали до конца и распределили петельки на рапорт резиночек 2х2. Теперь мы продолжаем вязать над двумя лицевыми 2 лицевые за ближайшие стеночки и над двумя изнаночными 2 изнаночные за дальние стеночки. Таким образом у нас будут петельки не перекрещенные и красиво ложатся узорчиком резиночки 2х2. Так мы вяжем рапорт узора где-то порядка 3 см в высоту для того, чтобы сделать такую вот как бы резиночку, которая будет плотно прилегать, скажем так, к лобику ребенка и будет достаточно красиво и аккуратно выглядеть начало вязания шапочки. А затем мы перейдем на спицы большего размера и я вам покажу, как распределить петельки на основной узорчик. После того, как мы связали 3 см резиночки 2х2, мы будем менять спицы на размер побольше и распределять на рапорт основного узора. Для этого в начале ряда провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. При этом смотрите, что я лицевые петельки над лицевыми вяжу за ближайшие стеночки, а лицевые над изнаночными за вот эти дальние стеночки. Это обязательно для того, чтобы сделать красивый и плавный переход неперекрещенными петельками. Связав 6 лицевых, далее вяжем 2 изнаночные. Изнаночные так и продолжаю вязать за дальние стеночки. И снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 изнаночные. Вот так чередуем до конца ряда. 6 лицевых, 2 изнаночные. При этом распределю я на 4 спицы. Я распределила петельки таким образом, чтобы у меня были 6 лицевых находились на одной спице. Это будет мне удобно для того, чтобы делать перекрещивание жгутиков. Неважно, поскольку вы петелек распределили, это не обязательно может быть по одинаковому количеству на каждой спице, если вы точно так же перешли на чулочные спицы. Если вы просто на круговых, то чередование 6 лицевых, 2 изнаночные, это и есть раппорт узора 8 петелечек. Далее, второй ряд после резиночки мы вяжем по рисунку. Снова 6 лицевых, 2 изнаночные. 6 лицевых, 2 изнаночные. И третий ряд после резиночки мы также повторим по рисунку. 6 лицевых и 2 изнаночные. В четвертом ряду от резиночки мы сделаем с вами первый ряд с перекрещиваниями. Для этого нам понадобится вот такая спица, либо же дополнительная чулочная спица. И ряд у нас начинается с 6 лицевых петелек. Первую половину, то есть 3 лицевые, мы переносим на дополнительную спицу. И оставляем ее перед работой. Далее провязываем 4, 5 и 6 лицевую петлю из 6 начальных петелек лицевыми петлями. Четвертая, пятая и шестая. Далее подтягиваем в начало спицы оставленные петельки перед работой. Первую, вторую, третью провязываем также лицевыми петлями на рабочую спицу. Немножечко ее разойдет спицы по столу, вы уж простите за вот такой звук. Далее мы довязываем 2 изнаночные как промежуточные, просто изнаночными петельками. Вот это и есть раппорт узора, который будет повторяться от начала до конца ряда. Первые 3 петельки из 6 лицевых мы переносим на дополнительную спицу. 1, 2, 3. Далее 4, 5, 6 мы провязываем на рабочую спицу. Лицевыми петельками. 4, 5, 6. Далее с дополнительной спицы подтягиваем вот эти оставленные 3 лицевые и провязываем их лицевыми на рабочую спицу. 1, 2 и 3. Обращайте внимание на то, чтобы ваши спицы не делились. Точнее не спицы, а ниточки на петельках. И 2 изнаночные вяжем по рисунку. И третий раз точно так же нам нужно перекрестить с помощью дополнительной спицы 6 лицевых. 1, 2, 3. Переносим на дополнительную спицу, оставляем перед работой. 4, 5, 6 мы довязываем на рабочую спицу лицевыми. И далее с дополнительной спицы подтягиваем петельки к краю. И провязываем первую, вторую и третью лицевыми петлями на рабочую спицу. Мы сделали 3 перекрещивания. Вот так точно мы будем продолжать до самого конца этого ряда, пока не дойдем до нашей отметочки. Вот здесь вот начало-конец ряда. То есть нам нужно перекрестить абсолютно все жгутики. Первый жгутик 2 изнаночные, второй жгутик 2 изнаночные, третий жгутик. Переходим на следующую спицу, здесь 2 изнаночные. Затем 4, 5, 6 и так далее. Все жгутики нужно перекрестить. Довязали до конца четвертый ряд с перекрещиваниями. И далее нам нужно связать 7 рядочков, как вязали до этого, первый, второй и третий ряд. То есть 6 лицевых, 2 изнаночных. 6 лицевых, 2 изнаночных. Сейчас мы находимся с вами в начале пятого ряда. То есть 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 ряд. Нам нужно 7 рядочков связать по рисунку. 6 лицевых, 2 изнаночные. Чтобы я сейчас не создавала шума спицами, просто провяжите 7 рядочков по рисунку. Далее в 12 ряду мы снова повторим вот этот четвертый ряд с перекрещиваниями. Для этого снова берем спицу для кос, либо перекрещивания жгутиков. Снимаем первые три петельки из шести петель. Далее четвертую, пятую и шестую петельку провязываем лицевыми. С дополнительной спицы вот эти вот петельки, оставленные перед работой, первую, вторую, третью провязываем также лицевой. И довязываем 2 изнаночные. Первый ряд раппорта закончен. Ой, первый раппорт закончен получается у нас. И точно так же до конца ряда мы продолжаем делать перекрещивания. Итак, в каждом восьмом ряду, то есть 7 рядочков мы вяжем без изменения 6 лицевых, 2 изнаночные. А потом в каждом восьмом ряду мы делаем ряд с перекрещиваниями. То есть повторяем вот этот четвертый ряд. В четвертом ряду мы с вами сделали, затем в двенадцатом ряду, затем в тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый ряд мы провяжем просто. По рисунку 6 лицевых, 2 изнаночные. А в следующем ряду делаем ряд с перекрещиваниями. То есть вот так вот мы делаем в каждом восьмом ряду перекрещивания вот такого жгутика. То есть вот такой самый простой раппорт мы провязываем из них шапочку. Я связала высоту шапочки на двенадцать с половиной сантиметров и у меня вместилось три полных перекрещивания. И сейчас я нахожусь после третьего перекрещивания в начале пятого ряда. То есть четыре ряда я провязала без изменения по рисунку. Сейчас в начале первого ряда убавления макушки мы уберем вот эту вот изнаночную одну петельку из полного раппорта. То есть у нас получится 6 лицевых и вместо двух изнаночных одна изнаночная. Провязываем 6 лицевых по рисунку без изменения. Три, четыре, пять, шесть. И далее две изнаночные провязываем вместе изнаночные. Для того, чтобы красиво изнаночные легли петельки, я снимаю непровязанные 2 изнаночные петли и поворачиваю, переодевая их обратно дальними стеночками вперед. И теперь за вот эти теперь уже вперед повернутые две стеночки полупетли я провязываю одну изнаночную. И снова 6 лицевых над петлями жгута и 2 изнаночные провязываю вместе одной изнаночной за дальние стеночки, повернув их вперед. Вот так. И вот так вот я убавляю по одной петельке из каждого рапорта до конца этого ряда. В следующем ряду убавления макушки мы сейчас будем сокращать петельки центральные 2 петли из 6 петель жгута. То есть первую мы провязываем лицевой, вторую провязываем лицевой, третью, четвертую вместе делая убавление и пятую, шестую довязываем по отдельности лицевыми. Первую провязываем лицевой, вторую провязываем лицевой, третью, четвертую провязываем вместе одной лицевой за ближайшие стеночки и далее 2 последующие петли провязываем лицевыми. Теперь у нас вместо 6 петель жгута 5 петелек и над изнаночной мы провязываем изнаночную, то есть все без изменения. Итак, 2 лицевые, по центру жгутика делаем убавление и 2 лицевые в конце жгутика, одна изнаночная, тем самым убираем снова из рапорта узора одну петельку. Так чередуем до конца второго ряда убавления. В третьем ряду убавления макушки мы будем убавление делать как раз таки на внешних петлях жгутика, то есть сразу же в начале ряда первую и вторую петлю мы провязываем вместе одной лицевой, то есть делаем убавление, над убавлением предыдущего ряда мы провяжем одну лицевую и далее пятую шестую петлю жгутика провязываем вместе одной лицевой, то есть на внешних петлях мы провязали убавление раз, далее лицевую провязали над убавлением предыдущего ряда и с другой стороны также сделали убавление. Изнаночную провязываем над изнаночной, 4 петли это и есть петли нашего одного рапорта. Снова делаем убавление, провязываем 2 вместе одной лицевой, сразу же на первой и второй петле жгутика. Далее мы делали убавление, над ним делаем сейчас просто лицевую и пятую и шестую провязываем вместе, точно так же делая убавление. Пятую и шестую это если взять полностью все 6 петель жгутика, а сейчас это четвертая и пятая петля. Далее изнаночную вяжем над изнаночной. Вот так чередуем убавление, лицевая, убавление и изнаночная над изнаночной до конца третьего ряда. В четвертом ряду убавления макушки мы снова делаем в начале ряда первую и вторую петельку. Из петель жгутика оставшихся трех вместе провязываем одну лицевую. Далее довязываем вторую лицевую просто по рисунку и изнаночная над изнаночной. Снова две вместе одной лицевой за ближайшие стеночки, лицевую довязываем вторую по рисунку и изнаночную по рисунку. Теперь у нас рапорт состоит из двух лицевых и одной изнаночной. Вот так до конца ряда. Две лицевые вместе одной лицевой делаем убавление, довязываем лицевую и изнаночную. В пятом ряду убавления макушки мы первую петлю из петельчик оставшихся двух жгутика провязываем лицевой. А вторую петлю мы должны провязать вместе с изнаночной одной лицевой петлей. Тем самым убрать полностью изнаночные петли с ряда. Для этого мы снимаем непровязанную лицевую петлю и поворачиваем вот так вот дальней стеночкой вперед. И теперь за дальнюю стеночку лицевую и изнаночную провязываем вместе одной лицевой. Тем самым сокращая изнаночную петлю с ряда. И у нас остается вместо рапорта 8 петель всего лишь 2 лицевые. Снова первую мы провязываем лицевую над лицевой, вторую лицевую поворачиваем вместе с изнаночной за дальней стеночки провязываем лицевой. Лицевую над лицевой, вторую снимаем непровязанной. Я ее переодеваю к своей изнаночной и провязываю вместе лицевой. Вот так до конца этого ряда. Шестой ряд мы провяжем без изменения все петельки лицевые от начала ряда до конца. В седьмом ряду я предлагаю вам попарно провязать каждые две петельки. Начиная первую и вторую вместе лицевой, далее третью и четвертую, пятую и шестую. И так далее сокращая петельки в этом ряду в два раза. В восьмой ряд провязываем все петельки лицевые без изменения. И наконец завершающий ряд это провязываем первую петлю лицевой, возвращаем ее обратно на рабочую спицу и переодеваем поочередно все петельки по кругу полностью на эту петлю спуская их с работы. Переодели с одной спицы на рабочую петлю все петельки, переодеваем на следующую и точно так же со следующей постепенно все переодеваем на эту рабочую одну петлю. Вот так вот. Снова спустили все петельки на петлю и все, у нас остались все петельки абсолютно переодетые на этой петельке. И нам осталось лишь только стянуть и закрепить вот эту рабочую петлю. Макушка наша готова. После того как мы спрятали хвостик на нашей макушке, у нас получилась готовая шапочка. В принципе можно от такой шапочки прикрепить помпончик, либо какую-то красивую маленькую брошечку, если это на девочку шапочка без помпончика. И вот она в принципе готова. Так как она у меня будет с ушками и завязочками, то мне нужно сейчас распределить где будут располагаться наши ушки. Для начала посмотрите, как бы вы хотели, чтобы у вас три косы были по, скажем так, передней стороне или же две косы, то есть жгутика. Вот так. Здесь в принципе особо, как говорится, роли не сыграет вид шапочки. Здесь идут жгутики как бы с промежутками, поэтому в принципе ничего как бы такого рассчитывать не надо. Берем окружность нашей шапочки, у меня это 88 петелек, и делим на равные пять частей, максимально равные. Так как 88 на 5 не делится, получается 17 целых и с хвостиком, то я округляю до 18. Мне нужно на затылочную часть взять 18 петелек, на левое ушко, на правое ушко по 18 петелек и две части из пяти уйдут наперед. Для того, чтобы отсчитать 18 петелек, я возьму два жгутика, это по 6 петель, получается 12, промежуточные две изнаночные, это получается 14, с одной стороны промежуточные 16 и с другой стороны промежуточные 18. То есть от вот этих лицевых до вот этих два жгутика у меня это 18 петель, это будет затылочная часть. Далее сюда 18 петель и сюда 18 петель, это два ушка и все, что останется, уйдет наперед. Мы отняли от передней стороны 3 петельки, скажем так, до последних, ой, до, не последних, а до округления, скажем так, затылочной части, не 17, а 18, на ушко одно, второе, не 17, а 18, все, что остается, это перед. Хотите, можете взять, допустим, не 18 петелек на затылочную часть, то есть не пятую часть, а чуть больше, к примеру, затрону вот эти две лицевые и вот эти, то есть 22 петли. От этого слишком узкий перед не станет, но при этом ушки будут располагаться как бы ближе к передней стороне, соответственно, завязочки будут ближе располагаться, ну скажем так, по центру, но и в то же время ближе к затылочной части. Здесь вы уже определяетесь, куда вы хотите поближе ушки, к затылочной части, либо же к передней стороне, в принципе, можно где-то вот затронуть, к примеру, либо эти две лицевые, либо 20 петелек, а не 22, вот, и вот на этих, скажем так, моментах я и буду на боковых сторонах вязать ушки. Я все-таки решила взять большее количество петелек на затылочную часть для того, чтобы оставить меньшее количество петелек на переднюю сторону, то есть чуть-чуть меньше, чем 2 пятых части. И смотрите, я буду отсчитывать две, скажем так, вот здесь вот части жгутика и плюс возьму по половинке жгутика с этой стороны и с этой стороны, то есть получается лицевые петельки со жгутиков с одной и с другой стороны я также беру на счет затылочной части. И вот начиная от вот этих изнаночных, то есть получается у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 петли идет на затылочную часть. И начиная от вот этих двух изнаночных, я отсчитаю второе такое же ушко, как сделала уже с одной стороны. И на ушко я решила брать все-таки не округляя не 18 петелек, а 17, потому что исходя из, скажем так, ширины, точнее даже я бы сказала толщины ниточки, у меня получается очень большое ушко, а так я его как бы сократила на одну петлю, то есть округлила то число, которое у меня было изначально на 17. И теперь я отсчитываю 2 изнаночные, это 2 петли, далее 2 лицевые, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и вот она 17 петля над изнаночной, вот с этой стороны. И я беру краешек ниточки, присоединяю здесь свою первую петельку, хорошо я привытягиваю, оставляю хвостик для того, чтобы его потом было спрятать удобно, и крючком достаю первую петлю для удобства. Далее, вот пожалуй, вот здесь, над изнаночной, далее над лицевой первой я делаю вторую петлю, над лицевой третью петлю, над изнаночной четвертую, над второй изнаночной пятую и так далее. Вот смотрите, я проделаю первую петлю, далее над лицевой вторую, над лицевой третью, над изнаночной четвертую, над второй изнаночной пятую, далее шестую, седьмую, восьмую, девятую петлю, десятую, Далее, одиннадцатую, двенадцатую, тринадцатую, четырнадцатую, пятнадцатую, и далее над двумя изнаночными шестнадцатую и семнадцатую петлю. Смотрите, я набрала ширину ушка, мне этого достаточно, хотите можете расширить его, хотите можете сузить. Вот она у меня затылочная часть, одно ушко связано, и второе я оказалась сейчас на поворотном ряду с изнаночной стороны, как раз таки это будет и первый ряд. Первый ряд, это первую петлю я снимаю как кромочную, и далее провязываю все оставшиеся петельки изнаночными петлями. То есть, получается, первую кромочную, как бы, визуализирую я, что первая, последняя, это кромочные, для того, чтобы получился красивый краешек, и все провязываю изнаночными. У нас с внутренней стороны получился вот такой вот, как бы, шовчик, но он мягенький, достаточно аккуратненький, и он не будет давить ребенку ничего. Нам остается вот эту ниточку здесь закрепить, я это сделаю, когда уже все закончу. Вот, получается, вот такой шовчик, но он очень мягенький и аккуратненький. Довязала я до конца изнаночную сторону, далее разворачиваю на лицевую, первую кромочную я снимаю непровязанной, и далее мне нужно провязать вот эти две петельки с наклоном в правую сторону. Для этого я снимаю непровязанными две петельки после кромочной, и переодеваю их дальними стеночками вперед, и теперь за передние полупетли провязываю две вместе с лицевой, то есть делаю убавление с наклоном в правую сторону. Далее все оставшиеся петельки я провязываю лицевые до тех пор, пока у меня на левой спице не останется три петли. Вот так. Далее эти три петельки я точно так же должна буду сократить до двух. Смотрите, за дальние две полупетли я провязываю две петли вместе, и последнюю, как бы, кромочную петлю я провязываю лицевой. В лицевых рядах я последнюю буду провязывать лицевой, в изнаночных и изнаночных, чтобы не запутаться, где и как ее провязывать. Далее кромочную снимаю на изнаночной стороне и провязываю все абсолютно петли без изменения изнаночными до конца изнаночной стороны. То есть мы сократили в ряду две петельки, и все время с лицевой стороны мы будем сокращать петельки, чтобы наше ушко шло на сужение. Далее поворачиваем на лицевую сторону, и снова первую кромочную я снимаю непровязанной. Далее следующие две петельки поворачиваю дальними стеночками вперед, и за них провязываю две вместе одной лицевой, делая убавление. Далее все петельки промежуточные я провязываю лицевыми до тех пор, пока у меня не останется на левой спице три петельки. Далее две петельки я из трех провязываю вместе одной лицевой, и кромочную петлю провязываю лицевой. Поворачиваю и с изнаночной стороны все петельки провязываю изнаночной. Первую снимаю, все петельки изнаночные. И так я продолжаю убавлять после и перед кромочной по одной петельке, только лишь с лицевой стороны. С изнаночной я просто провязываю изнаночными петлями по рисунку. И так мы продолжаем делать убавления, пока с лицевой стороны у нас не сократится до пяти петель. Далее разворачиваем на изнаночную сторону, снимаем первую кромочную петлю, вторую провязываем изнаночной, и на нее перекидываем кромочную петлю. Далее следующую петлю провязываем изнаночной, и на нее перекидываем предыдущую петлю. Далее следующую изнаночную, на нее предыдущую. И предпоследнюю петлю, вот эту рабочую, я перекидываю к последней, и последнюю перекидываю на нее. Тем самым мы закрыли петельки и сократили еще одну петлю с изнаночной стороны. Вот так. У нас получилась одна рабочая петелька. Далее мы берем просто крючок или это можно сделать просто при вытащив вот эту петельку, протаскиваем рабочую ниточку, хорошо затяните и еще раз хорошо затяните. Все мы закрепили таким образом, вот это ушко связали, точно так же получилось и с этой стороны, то есть у меня вот она передняя сторона здесь как вы видите шире расстояние чем на затылочной части, вот если соединить затылочную часть и перед вы видите насколько у меня шире передняя сторона. При этом остается нам лишь только продеть вот такие вот сделать жгутики, я сделала из всего лишь двойной ниточки, то есть две ниточки соединила пополам и как бы закручивала в одну сторону. У меня есть видео, кстати говоря, как сделать вот такие жгутики на моем канале, вот я закручивала, делала таким образом их, чтобы остались вот здесь петельки, которыми я просто продену, скажем, петелькой вот здесь вот к ушкам приделаю завязочку. Для начала я попрятала все хвостики, а теперь беру с лицевой стороны ушко и вот так вот продеваю данные завязочки, вот так. В эту образовавшуюся петельку уже с лицевой стороны я продеваю полностью весь жгутик и тем самым его закрепляю на нижней части вот этого ушка, который мы с вами только что связали. Вот, точно так же я продеваю и второе ушко, тоже с лицевой стороны и получившуюся петельку точно так же продеваю жгутик. Мне остается лишь только сделать помпончик, можно помпончик не делать, можно сделать какое-то украшение, если это шапочка для девочки, можно сделать какой-то цветочек, Если шапочка для мальчика, есть очень много различных нашивок, пуговичек, машинки, вот поэтому помпон можно и не делать, так как это в принципе лежачий ребенок, очень маленький. Вот, если вы думаете, что будет мешать помпончик, скажем так, ему и давить, то лучше его не делать, то есть как хотите. Вот такие получились завязки, ушки и шапочка. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось, было интересно, конечно же не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале, не забудьте нажать на колокольчик для получения оповещения новых видео на моем канале. Пока-пока!